В Италию возвращается дефляция. За месяц цены в стране упали на 0,2%. Наихудший сигнал для национальной экономики. Население отказывается от покупок, заводы сокращают производство, выход из кризиса откладывается. И тенденция эта характерна для всех государств еврозоны. Если не будут приняты срочные меры, то экономика континента рискует вновь завязнуть в дефляционном болоте. Падение цен на 0,2%. Холодным дождем стала для европейских экономистов февральская статистика. Сыграли свою роль энергоносители. Стоимость барреля сырой нефти упала до минимума за последние 12 лет. Подешевел бензин и транспортные услуги. Но не только. Падают цены на товары народного потребления и продукты питания. Падение цены на нефть само по себе нельзя назвать негативным для экономики. Напротив, обычно считается фактом положительным. Это значит снизить себестоимость производства во многих сферах. Проблема же в том, что падение цен коснулось не только нефти, но и другие категории благ. Отчасти это следствие снижения спроса. А за снижением спроса идет застой в экономике, отсутствие роста и, как итог, падение цен. Потребители не тратят денег. Сбережения на банковских счетах итальянцев за год выросли на 70 миллиардов евро. Неизвестность заставляет население откладывать покупки и вложения. Экономическая ситуация нестабильна. Потом, если цены падают, почему не подождать еще? Многим же представителям среднего класса тратить и вовсе нечего. Тратить на самые необходимые вещи, да. Тратить на что-то большее, я несколько раз подумаю. Мне нравится тратить, но не могу себе этого позволить. Я вынуждена экономить. В магазине Мауру Манчини посетителей много, мало покупателей. Кожаные вещи ручной работы сегодня доступны далеко не всем итальянцам. Объяснение простое. Покупательская способность населения значительно снизилась. Практически в каждой семье как минимум один из двух потерял работу. И потом мы вынуждены существовать в условиях нечестной конкуренции. Стоимость труда в других странах ниже, что делает бизнес невыгодным. Спроса нет, производство сокращается. Италия и еврозона в целом рискуют скатиться по спирали снижения цен до дефляционного дна. Чтобы наконец запустить двигатель экономики, нужны срочные действия. Новый пакет мер в денежно-кредитной политике на днях представил глава Европейского Центробанка. Среди прочих рычагов Марио Драги сделал ставку на снабжение деньгами реального сектора экономики и дешевые кредиты для населения.